Красавцы Лав Радио Ярослав Парамонов и Никита Мартов Хватит уже работать, не вникай в то, что просит босс Забьём в ладоши хлопать и загадывать, что взбылось Радует нос запах цедры, ведь уже накрыт стол Давай поработим 23-й, чтобы уже ушёл Пора Снегурочек стартует на твоих глазах Среди тучек только солнце на наших волнах Бой в самом центре, самый новогодний катавасик Где этот час украшает Лапа-Ассия Красавцы Лав Радио Сегодня у нас в гостях певица, автор песен и стихотворений Участница шоу-песни на ТНТ Автор и исполнитель саундтрека Лампочка к телепроекту Новые пацанки Да-да, а ещё её песни ротируются в более чем 15 странах мира Она же автор хитов Останься, твой поцелуй Ну чё ты такой хороший, как ли там, звонок 911 и многих других Анастасия Алинсева, она же Асия Всем привет, доброе утро Доброе утро, ну как твоё утро, всё ли в порядке с настроением? Если нет, то мы его чуть-чуть приподнимем с помощью нашего цветочного елового привета Ой, как красиво, а главное простоят долго Это точно Я за это всегда переживаю Ну и как у тебя новогоднее настроение? Имеется уже какое-то? Ну вот сейчас уже появилось Хорошо, но 29 декабря всё-таки пора бы Ёлка стоит? У меня нет А будет ли стоять? Я не знаю пока, не уверена Я просто, когда обычно ставлю ёлку, выбираю её только в мае И я решила, что лучше просто не делать У меня две маленькие собачки Потом я эти шарики собираю по всему дому на протяжении полугода А дождики, они у тебя ели хоть раз? Ели А, понятно Без подробностей Не повторяйте этого дома, ребят Тогда ты знаешь, что такое гирлянда Хорошо, ну а подарки куплены? Подарки куплены, всё приготовлено Давай так, как в целом твоё утро за два дня до Нового года? Два дня до 30, да, всё правильно Слушайте, ну волнительно Я в Новый год буду работать, поэтому я пока отсыпаюсь Морально готовлюсь, подбираю себе наряды В последний вагон, так сказать, впрыгиваю Но уже чувствуется, уже чувствуется Дня два назад, мне кажется, не ощущалось А сейчас хочется уже поесть мандаринки с оливьешкой Ну теперь уже, когда большая часть позади Ну тебе осталось там пару чекпоинтов закрытых Сказала, работаешь в Новый год Как будто бы оно и должно уже получиться и настояться Ребята, все, кто сейчас с нами Для поднятия новогоднего настроения Шируйте в телеграм-канал Love Radio Official Потому что прямо сейчас запускается наш марафон Снегурочек в эфире Love Radio Да, это точно Ну и, Ася, твой 24-й год начнётся с новой песни Пятого января А ты с группой Трития выпускаешь совместную работу Жить с тобой И у нас есть некоторая информация об этой песне Эта песня про сильные эмоции влюблённого человека Эмоциональный вокал Славы Солист группы Трития И нежный, при этом сильный голос Асии Отлично передаёт весь спектр чувств Которые испытывает влюблённый человек Жить с тобой Эта песня о настоящей любви Взрослой, осознанной, не требующей ничего взамен Эта песня идеально подходит для свадебного танца Но это об этом рассказала ты Как вы сказали, хорошо Чётко Давай и Слава, потому что Это «Жить тобой» Она, по-моему, называется «Жить тобой» Не знаю, могу ошибаться Ну, конечно Ну да, это очень классная песня, которую мы сделали со Славой Мы участвовали с ним в одном проекте И так сложилось, что спустя 5 или 6 лет Мы сделали совместный трек Наконец-таки Выставился Всего ничего Спустя 5-6 лет Мне кажется, что песни можно писать уже когда 6 лет Вместе поживёте, вот тогда самые песни начинают Мы не живём с ним вместе Мы живём вместе с разными людьми Любовь живёт 3 года, но песня настаивается в 2 раза дольше Это же известный трек И в этом и книге написано Ну, и давайте начнём тоже музыкально наш эфир Начнём с твоей песни, с трека «Мили» Давайте, конечно Как раз-таки Новый год, снег Когда хорошо говоришь, хорошо говоришь Ася сегодня в гостях у красавцев «Лаврадио» Наслаждаемся отличной музыкой прямо сейчас Красавцы «Лаврадио» Это «Красавцы «Лаврадио»» В гостях у нас сегодня Ася И только что её крутейшая работа «Мили» Как вам, господа? Вау, классно Это я читаю отзывы и комментарии наших слушателей Нам прямиком Это то, что они не написали Да, вот он ватсап полнится 8495956106 Кстати, если ещё не успели написать что-нибудь Пишите, пока мы здесь, ребята А то потом, уже знаете ли, будут ваши комментарии прошлогодними А! Шутки за 400 Да У нас чуть дороже Смотри, год назад ты выпустила альбом «Ударение на А» Чтобы мало ли там, как говорится, нигде и никто и никогда Которому снялась 7 клипов Клип был снят на каждый трек с альбома Все клипы ты сама продюсировала Вот, как ты вот на данном этапе своей карьеры и жизни Оцениваешь свой режиссёрский прогресс? Есть куда расти или уже всё? 100% есть куда расти Мне кажется, я даже мечу в актёрскую вот эту среду Я хожу на кастинги даже Как актриса, да Я учу сценарии, читаю их Так что, зовите меня в своё кино А хотела бы сыграть девочку-полицейскую про фильм 90-х И она там в Казани расследует преступления Нет, я, кстати, не посмотрела ещё этот сериал Да ладно? Нет Но я бы хотела сыграть какую-нибудь историческую героиню А кого именно? Леди Макбет? Мицинского уезда? Именно её как раз-таки Не, на самом деле я себе представляю какой-нибудь Наташи Ростовой, мне кажется Да Какой-то юный, да, на балуну Это вот ты скажешь, Жанна Д'Арк Ну нет, слишком претензивозна для меня Как и Леди Макбетом Центского уезда Да ладно, ну Ну там вообще хоррор-хардкор, если что Ну да, придётся немножко потерять конечность Считай слово пацана, если брать этот рассказ про Леди Макбет Ну я слушала интервью одной из актрис, которая, по-моему, играет в театре эту постановку Она говорит, это самое страшное произведение, которое у меня вытащило просто всю душу Чернуха конкретная Собаку у меня так звали Чернуха или Леди Макбет Чернуха, Чернуха Леди Макбет Это кошка уже, она же грациозная, Леди Макбет Выкендривалась много, тапком получила потом Ну а вот новогодние видео, любишь ли ты, Асия? Новогодние видео? Смешные какие? Ну такие вот, такие, знаешь, они такие атмосферные, там снежки Так, чтобы проникнулся настроением А я люблю такое Ну и всё, тогда мы сегодня с тобой такое снимем А да, мы будем на улице с вами снежками? Да, вот здесь на ёк Мы будем кружить хоровод Нам уже не надо на улице Есть, хоровод точно будет Но мы также знаем о тебе, ещё такой факт, что в ноябре прошёл твой концерт в Питере Да, у нас был большой концерт в Питере Расскажи о том, как всё прошло, насколько круто По 100-балльной шкале, сколько баллов? Из 100 баллов, я думаю, 98 Не хватило двух баллов, потому что... А и 95-й как будто обсуждаем Волновалась чуть-чуть, волновалась и как-то туфли были неудобные на первых трёх песнях Я потом их сняла и вообще всё пошло как по маслу И вообще было очень здорово, это был наш первый такой большой концерт в Питере Больше тысячи человек И я красиво украсила сцену, как я люблю, всякими торшерами Всё это так было здорово А, костюм ещё подбирали в последний момент Практически за час до выступления мы ездили, покупали вещи прямо в Питере Но в целом прошло стрессово, но здорово Красиво, видео потом получились восхитительные Ну и как ты думаешь, насколько многих людей ты смогла зацепить вот этим концертом Чтобы увеличить количество гостей, которые придут к тебе 23 марта Да, ведь у тебя в Москве в клубе «Атмосфера» состоится второй большой сольный концерт Второй после, я имею в виду, после Питера Я надеюсь, что Сапсаны будут переполнены Все петербуржцы приедут в Москву на мой концерт вместе с друзьями и семьями Но мне кажется, прошло очень душевно, люди подходили, люди были счастливыми У меня достаточно взрослая аудитория, и они были в восторге Их хорошее впечатление для меня очень-очень ценно Потому что это люди иногда даже искушённые Поэтому надеюсь, что в Москве публика будет так же доброжелательна И так же будет в восторге после концерта Ну и вот насчёт взрослой аудитории Каково тебе работать вот именно уже для более сознательных взрослых людей? Ведь всё-таки, ну, артисты твоего возраста стараются как-то зацеплять Кого-то моложе, там, начиная с 15 лет до, там, 30 А ты работаешь сразу же на 25+, туда и дальше Я даже работаю, мне кажется, на 35+, иногда Потому что у меня комментарии в Ютубе, если почитать, это Доченька, молодец! Какой-нибудь мужчина, 59 лет Ну, это классно, потому что я как раз-таки фанатка музыки того времени Я обожаю советскую эстраду, вот эту вот классическую Обожаю тоже Просто восторг Я в коробке, мне кажется, только такие песни и пою И это наверняка отразилось в моём творчестве Поэтому это резонирует с людьми более старшего возраста Потому что это, как бы, ну, их молодость, так скажем Караоке? Ты сказала караоке? Ох, я фанат караоке Так, а погнали, сходим вместе все? Нет, это никто не должен видеть Ну, поздроми нас! Ладно, давайте, если без камер, что-то как-то вечеринка У меня, я тут, мне вот, буквально контактом поделились сегодня Там можно запереться, там комната, ну, типа, одна на пять, на десять И петь Анну Герману Например? А может быть, вот даже, если ты говоришь, советская эстрада Давай проверим сейчас У тебя такие глаза Будто в каждом по два зрачка Как у самых новых машин Моя кристаллинская, да А ещё есть песня А ты любви моей не понял И напрасно, и напрасно Она, как радуга над полем Это Валентина Толкунова А, какая великолепная Сегодня в гостях у красавцев Лав Радио Аси Просто делайте громче, получайте удовольствие Кайфуйте! Жизнь одна! Красавцы Лав Радио Это Красавцы Лав Радио Сегодня у нас в гостях Аси И, конечно, мы продолжим задавать вопросы в наших рубриках Как ты это делаешь? Аси, нам знакомый риэлтор сообщил, что ты купила квартиру Ох, да! Ну, и вот, соответственно, вопрос Он, как бы, должен здесь быть Как ты празднуешь Новый год? В новой квартире это будет происходить? Нет, я праздную скудно, потому что у меня ремонт И на работе, поэтому тоже У меня пока ещё там длится ремонт Вот на первых этапах Сейчас буду заливать полы буквально Вот, я думаю, уже сейчас А у тебя есть уже человек? Если что, у меня есть контакт Да, у меня прикат Есть, если что, будем на связи Потому что там эти 280 мешков штукатурки Не дают мне покоя В общем, да, взяла квартиру Всё лето работала Накопила на первоначальный взнос Сейчас делаю ремонт Очень тяжело, конечно Сколько комнат у тебя? У меня нормально, так три, по-моему Ничего себе Ты не помнишь, да? Зашла просто А там планировка Планировка сложная Планировка сложная У меня большой зал, спальня и студия Ты тоже называешь это залом? Не гостиной Наш человек Наш человек А вы откуда вообще, кстати? Мы из Сибири Ой, я тоже из Кемеровской области Да ладно Да, а вы откуда? Я из Кемеровской области Серьезно, я из Белова Ты из Кемерово? Белова? Какая область? Я из Кемерово Серьезно, Сибиряки Поселок Анскон Пока они целуются Срочно Беловское море, ребята Это у сибиряков, мне кажется, такой инстинкт Вы когда встречаетесь Неважно, вы можете быть из Красноярска Я не знаю Из какой-то южной части Сибири Вы как будто бы родные Ну, белого Инстинкт сибирения А в Шерегеш поедешь катать? Я не умею кататься Но у меня живут родственники в Шерегеш Они поедут Прям в Шерегеш или в Таштаголе? В Таштаголе живут родственники Вот сестра Ой, жена, получается, моего брата Она инструктор Круто Я боюсь Круто Да нет, надо попробовать Тем более у нас горы невысокие Там сейчас так все дорого В Шерегеш Я пока эпотепу не закрою Тем более ремонт у человека Вот эти разговоры к 30 Красавцы Лафрадио Это Красавцы Лафрадио Сегодня у нас в гостях Асия И сегодня, знаете, вот Если вы слышите звук метели Если вы ощущаете варенье и сосновых шишек Если вдруг первоцветный мед Приходит к вам в уста Имейте в виду Это потому что сибиряки у микрофона Не, ну вы прикиньте Они оба из Кемеровской области Надо же такое Ну да Я чуть здесь не попал Куда смотреть? Вот в эту камеру Но, знаете ли что? Пока что Ну да, но все равно Сибирь Небольшая дискриминация по Сибири Вы меня принимаете? Небольшое посвящение Давай так ему сейчас скажем Что надо будет? Снега поесть Мы тебя принимаем и Приветствуем на территории мультифоры А у вас вшито это, да, уже? Мультифора То есть он мне это говорит А, мультифора, да, точно А башлык? Башлык, мультифора и виходка Виходка Мы тоже говорим Это мы все в аэропорту выкладываем Виходка, мочалка Я не знаю И зал, Анна сказала зал Зал, понимаешь? Не гостиная Это чисто вот наша Сибирская история Прям сегодня какой-то даже филологический некоторые получают Да, господа, филологический экскурс мы продолжим совсем скоро Но пока давай поговорим о твоих саундтреках К новым пацанкам Лампочка и сериалу новенький бунт против всех детства Да Как так получается, что ты работаешь с продакшенами и пишешь саундтреки? Почему-то у меня очень много друзей среди актеров Так сложилось Потому и ты на кастинге ходишь Ну как-то вот я больше даже в этой тусовке Потому что мне с ними интереснее Они очень много читают А я тоже читаю, люблю поэзию И мы как-то очень легко сходимся на этой любви своей к русскому языку И они говорят, замалывают за меня словечко перед режиссерами Или говорят, у нас есть подружка, которая пишет прикольные песни Давайте ее пригласим И мне дают ТЗ, я пишу песню Обычно выбирают из нескольких треков И выбирают чаще всего мои песни Ну два раза А, молодец Два из трех Круто Поэтому да Но эти песни же, становясь саундтреками, помогают тебе в продвижении как артистке Ведь потом люди начинают шазамить, начинают добавлять Они хотят прийти на твой концерт Да, это на самом деле здорово И даже с точки зрения написания музыки Мне просто интереснее, когда у тебя есть конкретная задача Писать песни про любовь, это, конечно, хорошо Но иногда тебя не бросают И хочется какой-то новой темы вдохновения Бывает и такое Бывает и такое Мои грустные времена, вот эти темные У тебя домашние животные есть? Две собаки Две собаки Ну ты можешь, по сути, не покормить на вечер И получишь на себя такое Несили Ну да, типа это будет конкретный харассмент А какой у тебя модели, хотел сказать, породы собаки? У меня два шпица, маленькие, да? Да, все Маленькие кошечки Чтобы вы понимали, дорогой зритель Это уже второй стопроцентный матч между Асией и Ярославом У него тоже шпиц Чиповский Чип, да А как зовут? Чипа? Ринат Чиповский, он вообще Но сокращенно Чипа У меня у Силиса и Маруся Две девочки такие, ой, чеканутые Хорошие, да? Очень сладко Согласись, нет лучше собаки, чем шпиц Сто процентов Ты же понимаешь, что у нее Девочки, у него мальчик Так что по большому счету А у меня стерилизованная одна А у меня тоже А одна нет Это не помешает тому, что может быть Ну понюхаться-то могут Конечно Ну как минимум Электричество какое-то Я, кстати, вчера читала про то, как появились белые тигры Вы что-нибудь об этом слышали? Ну они зашли в пещеру и долго не выходили? Нет, на самом деле это искусственно выведенная порода И вообще они все рождаются с какими-то отклонениями Это брак, так сказать И их начали специально скрещивать И потом они начали вырождаться И в общем там так страшно Лучше никого не скрещивать насильно Не трогайте тигров Не мешайте тиграм в естественной среде Ну и если в караоке тебе говорят Нет, третий раз Парень, парень, лучше Этого тигра не трогай Не надо Ася, мы предлагаем тебе здесь, в нашей Станиславке Закосплеить фрагмент из советского кинофильма «Морозко» Ты же любишь советское Я, да Ну давай попробуем Вот так будет звучать он Нет, не принцесса А кто же? Королевна Тебе предлагаем скосплеить Нет, не принцесса И потом королевна Королевна Ярослав скажет, так тоже Да давай, поехали Готово? Сейчас еще раз слушаем Нет, не принцесса А кто же? Королевна Поехали Нет, не принцесса А кто же? Королевна Ееееееееееее Хорошо, ну актриса, актриса Ну а кто из наших парада Из нашего парада Снегурочек будет лучшей Мы узнаем благодаря Рилсу Который запилим после эфира И вы сможете голосовать Чекайте соцсети «Взрослые дети» Да Станиславка Станиславка Это «Красавцы Лав Радио» Сегодня у нас в гостях потрясающая, мелодичная, добрая Ася Всем новогодних, хай, ребята! Привет! Ну и, конечно, еще раз напомним, что сейчас у нас зима Мы готовимся к Новому году, но весной все расцветет вместе с музыкой Аси 23 число, Москва и большой концерт где? Клубе «Атмосфера» Ты нас зовешь же, правильно? Конечно! Конечно, конечно, вы готовьте сразу к окошке своих... Випроходочка, все такое, бэкстейдж Девушки с коктейлями, с веерами будут встречать у нас вас на входе, чтобы вам было как-то, ну, более... Люблю красивую ложь, это всегда приятно До 23 числа еще много воды утечет Женщины станут бабушкой Мы к тому моменту успеем разобраться в том, что ты предпочитаешь в разрезе Нового года Да, у нас есть специальная рубрика для этого Дотянуться до звезды Ася, здесь для тебя на выбор будут разные тезисы новогодние Выбирай то, что ближе к сердцу, окей? Хорошо Полетели Итак, поехали Оливье или под шубой? Оливье Ну, с колбасой Спасибо Сразу уточни Так, старые или новые новогодние фильмы все-таки? Старые новогодние фильмы Один, сразу же на вскидочку Ну, господи, с легким паром вот это, которое... Ирония судьбы или сезон паром? Ирония судьбы, да А тебе не жалко Ипполита? Нет Почему? Правильно, доигрался, да? Конечно Ну ладно Все происходит в этой жизни не случайно Случайности вообще Не случайно Спасибо, пацаны Спасибо, пацаны Вот он здесь с нами Лыжи или сноуборд? Но ты не катаешься, сказала уже Да Ну, может быть, беговый Ледянка Ледянка Или бублик Бублик, да, вот что-то такое Плюшка какая-нибудь А вот это вот было такое? На капоте от Шишиги Хоть раз каталась в горке А большой полиэтиленовый плотный мешок Набиваешь снегом И на нем такое было? Да, тоже такое было Вот это вообще кайф А у тебя не было? Полиэтиленовый мешок с снегом А что, в Тюмени нету такого? Подожди, мы в Тюмени разные бывали Я просто не очень понимаю Большой плотный полиэтиленовый мешок Набивается снегом, завязывается позади И у тебя получается Это должно классно ехать Это шикарное транспортное средство Оно еще формируется А к автобусу, если? А на гену этого Полетели Ну, это эргономично Понимаешь, оно там У тебя все Подстраивается, так сказать Правильно Это в наши годы важный момент Разбирайся С нашими-то поясницами Да Ася, заказать еду или приготовить самой? Приготовить самой, если есть время А что ты готовишь обычно? Я вообще обожаю печь торты И люблю готовить всякую выпечку Типа курники какие-нибудь Растегаю Растегаю Шарлоточку У меня по бабушкиному рецепту вообще сказочное Борщ у меня восхитительный Если не пойдем в караоке, то точно на борщ Я хочу борщ Я хочу борщ У меня был загон Это я, чтобы... Это мука дебильная Вот это вообще с ней не справишься А в Белово тогда не было миндальной муки И мы мыли миндаль Я его замачивала на ночь Потом убирала кожурку Потом она сушилась три дня И потом я перемалывала эту муку И потом попробуй сказать ей, что не очень вкусно Тебе уже делали предложение руки и сердца? Да, делали Сразу понятно Таких девчонок забирают тут же Сибирских девчонок разбирают Как пирожки И готовят, и талантливая, и милая И вообще все при ней Так, ну, а вот сейчас у тебя уже там занято сердечко, да? Непонятно пока Пацаны, имейте в виду Но замуж не пойду пока Ну, хорошо Ну, хотя бы, может быть, там Может быть, это даже и лучше Ладно, хорошо Работать в новогоднюю ночь или отмечать с близкими? Работать Пока ипотека работает Принято Понимаем Так, лепить снеговика или делать снежного ангела? Лепить снеговика Ой, как здорово Я забыла вообще, что это такое Ну вот, надо вспомнить Захотелось Сколько планов сегодня Пока ипотеку платишь, как раз это самое доступное развлечение Именно так Ну, раз уж ипотека наверняка отпадает этот вопрос Ничего не менее Уезжать на каникулы в другую страну, если представится возможность Или путешествие по России? Слушайте, я обожаю путешествия по России в любом виде Мне, во-первых, не нравится летать далеко Я не люблю жару Я вот сейчас думаю, может, после Нового года на Эльбрус Как с удовольствием У меня там было летом Вообще классно С восхождением имеешь в виду вот это вот все? А? С восхождением, конечно Ну я не восхождение Я тут далеко не дошла Я ехала на траке на высоту 4800 Мы поднялись, я плакала от восторга Как же там красиво И энергия бешеная На Алтай я еще очень часто езжу Ну да На Байкал Ой, вообще обожаю Тебе сам доктор прописал рядышком Да, да, да Ну так, часов пять в тачке Для меня это близко Окей, тусить всю ночь или лечь спать после курантов? Тусить всю ночь Я люблю тусоваться иногда А смотреть на салюты соседей или свои купить, если запускать самой? На соседей У меня есть такая традиция У меня так дед делал всегда Да, дед экономный Мы жили в частном секторе И там были достаточно хорошие дома Вот чуть подальше Какие-то удачные районы Из кирпича где дома Те, у кого получилось У которых ноутбуки, там, нутелла Вот этого, да И мы приезжали к деду праздновать Новый год Меня обычно оставляли родители Они шли тусоваться А я была с бабушкой, с дедушкой И он говорил О, сейчас пойдем ферверки смотреть Я говорю, ну-ка, что там Купил, наверное, нет? Он говорит, нет, там соседи Набрали там Нет, сосед на 10 тысяч Набрал, буду смотреть Да смотри, я мог и ошибиться Тебя, внучка, не порадовать А там-то какой Какой ассорти И мы выходили И там в частном секторе Все стреляли Блин, ну это да Мне кажется, ну в любом городе Но из поколения в поколение Особенно сильно это было Всегда развито Выйти и после полуночек В 12.10 начать стрелять Ладно В Москве нельзя, мне кажется, просто, да? Сейчас запретили в этом году это делать У нас невозможно запретить Ну и ладно, мы уедем от Москвы Куда-нибудь в сторону И там попускаем Ну и последний вопрос 1 января валяться дома Или гулять по пустому городу? Валяться дома Смотреть фильмы А как тусить и валяться А, первое, поняли Да, как раз наоборот Ну да, ну все логично Все бьется Спасибо тебе за честные ответы Спасибо вам Вот теперь мы знаем Как Ася предпочитает Отмечать Новый год Да, да Дотянуться до звезды Красавцы Лаврадио Сегодня у нас в гостях Ася И 29 число на календаре Все-таки Пора бы уже понемногу Подводить итоги Мы это сделаем с тобой В традиционном формате И зададим тебе пару вопросов Соответственно Хорошо А без? Да, поехали Итоги твоего года Ася, что тебе запомнилось? Чем ты гордишься? Ой, у меня было очень много выступлений Классных выступлений Которые именно мне понравились Потом я взяла ипотеку Потом, значит, я что? Вообще много всего так произошло Классное время где-то проводило, может быть Ой, да, я была же И на Телецком озере И на Эльбрусе И на Байкале И на Амуре Вообще мы в Владивосток Ой, ну, короче Приморский край катались несколько раз За этот год В Благовещенск Там, Амурская область Да, Уссурийск у нас был В общем, было здорово Еще я начала как раз-таки Учиться Такому своему Раскрывать себя Актерский талант Начала ходить на кастинги Написала много песен классных Да вообще все здорово было Ну ты много работала, правильно? Да, очень много для всего лета каталась Умничка же ты Ну такая, молодец Можно было побольше, конечно Но я дева, я требовательная Ну вот, знаешь, ничего страшного Два четвертых впереди Еще наверстаешь Конечно, обязательно Но мы тобой уже гордимся Уже сейчас Правда? Да Вы как мои родители Кто из нас мама? Вот осталось решить Мама Телец Красавцы Лав Радио Это Красавцы Лав Радио Сегодня у нас в гостях Аси Открывает парад Снегурочек Уже сколько у нас? 8.56 Время-то летит, блин Время летит, да Мы так с тобой под елку успеем Ой, на елку я хотел сказать Под елку тоже успеется Ну и, конечно, Ася Для тебя самый серьезный вопрос нашего эфира Разговор в тишине Ася, а ну-ка скажи Что такое любовь? Вопрос, конечно, услуги задали Не знаю Я вот в 26 как будто бы по-другому начала это ощущать Раньше мне казалось, любовь это когда Тебе дарят цветочки Когда тебе говорят, что ты красивая Когда улыбаются, когда ты заходишь в дом А сейчас А вы можете мне какую-нибудь подсказку? Как сердце твое чувствуешь? Вот сейчас в моменте О ком ты думаешь прямо сейчас? Ну, если тебя спросить, что такое любовь? Вообще, любовь это же глобальное чувство Это же не только, наверное, вот к мужчине Ну да, не только романтику То вообще, мне кажется, любовь это самая сильная эмоция Которая тебя вдохновляет на что-то Тебе хочется просто безвозмездно отдавать в этот мир тепло И ничего не требовать взамен Хочется, чтобы все были счастливы Когда ты влюблен, тебе хочется, чтобы все вокруг улыбались И хочется отдавать Хочется, чтобы человек был счастлив В котором ты рядом находишься Хочется помогать ему Вообще, я находила определение у психолога Что любовь это когда Каждый из партнеров просто делает партнера счастливым То есть вы заботитесь только о счастье своей второй половинке Она заботится о вашей И если вы в балансе, то вы прекрасно себя чувствуете Поэтому я думаю, что да Любовь это делать счастливыми близких людей Великолепная Ася сегодня у нас в гостях Наполнила этот час теплом И значит, что Ася это любовь Если вы понимаете, о чем мы Слушайте, мили, прямо сейчас ждите жить с тобой Как и мы, 5 января, все правильно? Да Спасибо огромное, что заглянула к нам Спасибо вам С наступающим Новым Годом! Ура! Поздравляем! Красавцы Love Radio Ярослав Парамонов и Никита Мартов